Друзья, вот этот отель, вот он отель, я в прошлом видео снял, сейчас выходил и написал отзыв. Отель замечательный, вот здесь парковка, можно поставить машину свою из приличной фирмы. Какая плиточка выложена, сейчас я сниму весь отель, мне он так понравился, называется он все-таки Франт отель, вот здесь, я прошу прощения за ветер, я делаю народную съемку, быстро, конкретно, деловую. Это проспект Маршала Жукова, вот здесь вторая парковка, вот он отель. И вот он как выглядит весь, вы посмотрите. Сюда находится Волгоград, почти в центре города, боже мой, сколько этажей, один, два, три, четыре, пять, пятиэтажное частное здание. И на выходе я не удержался и спросил, кто же владелец. Я говорю, что это за парни, наверное, это талантливые русские немцы, которые живут на Волге, вот они тут забабахали. На ресепшене стоял парень армянского происхождения, и он говорит, нет, брат, это армяне, Володя, я Володя его зовут. Смотрите, как плиточку, обращаю внимание всем, кто делает свою продукцию, любую. Смотрите, как фирма, гарантия 25 лет, ну молодцы, на плиточку, а? И вот еще они что сделали, красота под ногами, а это не только Ремер говорит про красоту. У Ремера есть, у Святослава слоган, идет по радио Эхо Москвы, красота и качество, проверенные временем. И вот русские люди, видите, как заботятся об имидже своем, об имидже. Например, вот фирма, дали мне машину в аренду, новую, Форд Транзит. Очень меня, очень меня порадовало, я не удержусь. Форд, Форд русско-немецкого происхождения, Генри Форд, голубой овал. Так бодро скачет. Заправляюсь на лу-пойле, заправлю дизель. Ой, ветер, я прошу прощения за ветер, но я народный корреспондент. Я записываю историю для... Вот на первом этаже ресторан, яичница, шикарная. Какой-то, а, я понимаю, это такой армянский как бы стиль. Что-то такое вот, как бы напоминает. Камеры, все под контролем, все четко. Все четенько, как говорят на юге. Ой, боже мой. Вот тут львы, еще раз этажи. Ну, шикарно, шикарно. Да я ему написал, я забыл сказать. Я говорю, а, армянин, дайте... Я написал ему отзыв. Написал ему, бары в дзес. Первое. И второе. Шнура, калюцун. Если вы не поняли, что я имел в виду, спросите друзей армян в перевод. И еще он здесь забабахал левое крыло. Кафе с фонтаном. Вы представляете, что делают армяне у нас, а? Если им дать денег и свободы... Ну, посмотри. А, это вообще отдельное здание. Вот, проход. Ну, в общем, маленький такой. Вон, ходит, поливает цветочки. Улыбается. Тут пробежала с покупками. Кипарисы высажены. Это не на окраине, где-нибудь в Краснодарском крае. О, и телефон. С намеком. Что это телефон? Для чего? О, вода живая. Вы скажете, что ты так радуешься? Что тут удивительного? Братцы, это частный отель. Как же не радоваться? Он не уехал в Израиль. Не уехал в Америку. Вот, я наберусь на хальство и зайду. О, вот тут летние, летние ежи, фонтан. О, какие веселые ребята вот тут стоят. Ну, конечно. Летом тут застолье. Я слышал, в Волгограде бывает жарко. Телевизоры. И там в ресторане с одной стороны два телевизора, с другой в одном ресторане, а на другой стене три телевизора больших. Ну, надо же. Шнора колютюн. Барывдзес. Горцерет ванцэн. Ну, армяне. У нас тоже армяне в Долгопрудном. Вачик, Артурик. И внук у него, Эрих. И Макс. Ну, балконы шикарные. Это надо было продумать. Это же задумка. Вы молодцы. Вы скажете, номер бешеный по деньгам? Нет. Посмотрите. Один, два, три, четыре, пять. Почти пять. Да, пять этажей. Там вход для своих. Смотрите, какая надпись хорошая. Я поднимусь. Гранитные ступени. Осторожно, дверь. Это в расчете, что если человек прошел и лбом. Бах! Ну, молодцы. Долгопрудненцы. Волгоградцы. Молодцы. Напротив магазин. Пятерочка. Сейчас пойду возьму водички. Еще один магазин. С романтичным названием. Блок. Пост. На что они намекают. И вот здесь длиннющая улица. В Волгограде самая длинная улица в мире. Я ехал, 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 ехал вчера из Астрахани. По-моему, у нас 100 километров. Или 120. Жуть. Еще один магазин с романтичным названием. Хищник. Смотрите, какая красота. Какие кипарисы. Чудесно. Чудесно. Солнце шпарит ого-го. Ничего себе жара. Ну вот. Скромный повар приехал. Может быть, этот самый Володя. Ну молодец. Ну молодец. Или этот парень Артем. Который вчера ночью меня встретил. Видал номер с сауны. Смотрите, какие остановки стеклянные в Волгограде. С электронным табло. Все как в Канаде. Девчонки улыбаются. Электронное табло. Все прилично. Магазин Хищник. Мать честного. Что за названия такие? Хищник. Что они там продают? Какую-то, наверное, добычу. Ну все. Пойду в пятерочку, возьму воды. И потом пересекаю. Направо. И пошел, и пошел, и пошел на мосту. О, троллейбус. Блин. Ты посмотри. Все. Мы уже это почти забыли. Пятнадцатый. Классно. Девушка за рулем. Так, братцы. Народ пошел. Еще один. Это уже автобус. Электронное табло. Классно? Волгоградцы живут. Новый, шикарный автобус. При входе оденьки маски. Люди ездят. Маска. Почти все. Как бы перейти эту опасную трассу. В пятерочку. Заглянуть. За водичкой. Так. Все. Гуд. Алисгемахт. Иггейцку. Как там дальше? Магазин «Пятерочка». Зеленая. 24 часа. О! Восьмерка. Когда-то бешено популярная была машина. Хищник магазин. Один. Два. Три. Четыре полосы. И хоть ты не кричи на волосы. В сторону. Отойди и налей. Все. Добро. Братцы. Иду. Иду на «Вы». Иду на «Москва». Я есть покупать вода. Улыбаться. Солнце шпарит. Ого-го. Всем добра. Здоровья. Удачи. Привет из Волгограда. Сталинграда. Всех благ. С уважением. Святослав Реммер. Bye. Bye. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...